Внимание! Данный фильм не рекомендуется для просмотра лицам моложе 16 лет и людям с неустойчивой психикой. 15 лет загадочный убийца терроризировал всю Москву. Он получил прозвище Битцевский маньяк. И вот убийца схвачен. Это 33-летний Александр Печушкин. В этом фильме шокирующее признание изверга, убившего 48 человек. Про убийство я могу много рассказать. На допросе Печушкин несколько часов монотонно перечисляет имена своих жертв. У него феноменальная память. Он помнит точную дату обстоятельства и мельчайшие детали каждого убийства. По словам Печушкина, он убил 61 человека. Я просто удавил. Зажал ворот и нос. В нашем распоряжении находятся уникальные материалы расследования самого громкого уголовного до последних лет. О Битцевском маньяке расскажут сыщики, которые его ловили. Спокойный, нормальный, ничем не примечательный человек. Как и все, извините, маньяки. Соседи Печушкина. Просто волчьи глаза. Такой вот жуткий взгляд. Одна из жертв убийцы, которой чудом удалось выжить. Когда он взял меня за волосы и стал бить об этот круг железный, я поняла, что если я не опущу руки и не упаду в него сама, он меня убьет. И сам серийный убийца, на счету которого 48 человеческих жизней, Александр Печушкин. Это он на месте убийства своей последней жертвы. Ну, вот и все, собственно. Продавец продуктового магазина Александр Печушкин любил играть в шашки. Только вместо фигур на доске он наклеивал аккуратные листочки с номерами своих жертв. 61 человеческая жизнь. Мужчины, женщины, дети. Целый подъезд многоэтажного дома в его родном районе Битцевский парк. Человеческая жизнь для него была не дороже маленькой пластмассовой фигурки. Из 64 клеточек Печушкин заполнил 61. Как Печушкину удавалось 15 лет уходить от милиции столицы? Три раза он был на волосок от провала. И каждый раз ему дьявольски везло. Но последняя жертва указала на своего убийцу прямо с того света. Эксклюзивное видео и уникальные документы. Вся правда о битцевском маньяке, какой бы страшной она ни была. Александр Печушкин родился в 74-м году. Жил в Москве на Херсонской улице. Четыре года получил тяжелую черепно-мозговую травму. Упал с качелей. Вот они до сих пор стоят во дворе. По словам соседей, в детстве маленького Сашу часто обижали. Однажды хулиганы сильно его избили. И отобрали мопед. Скорее всего, в детстве, в школе, был объектом жестокости и преследования со стороны своих сверстников. У него фамилия больно такая, которая наводит на мысль о том, что он какой-то ничтожный сморчок, печушка какая-то. Будущий так называемый битцевский маньяк жил с мамой и отчимом. В юности увлекался культуризмом. На этих кадрах ему 18 лет. На свое 18-летие Печушкин сделал себе подарок. Убил своего лучшего друга, который станет номером один на черно-белом шахматном поле смерти. Первый эпизод самый. Просто было убийство, там был 21, по-моему, удар по голове. Печушкин начинает убивать знакомых соседей, собутыльников и коллег, но иногда он делал исключение из этого правила. Практически всех своих будущих жертв он заманивает в лес под предлогом якобы помянуть его погибшим самам. Соседи битцевского маньяка до сих пор в шоке, ведь они находились в смертельной опасности. Очень приятно, что это касается нас, которые вечером поздно возвращаются, мало ли что. Ну а как это поступало, никто же не знал, это очень было убийство. А это еще одна съемка из домашнего архива Печушкиных. Саша играет со знакомым подростком. Обратите внимание, что это за игра. Снимай. Так, теперь открыла окно, и сейчас он полетит с 10-го этажа. Именно так он убьет незнакомого мужчину, который на свою беду познакомился около магазина с Александром Печушкиным. Я его выбросил в 16-й этаже. В тот день они отправились выпить за любимого пса не в лес, а на последний этаж соседней высотки. Начал громко разговаривать, песни какие-то там дурацкие. Маньяк не хотел его убивать. Печушкин напоил нового знакомого до беспамятства. Но зачем? Я его приподнял, положил на порочную такую, и потом подделал ноги. И он туда руку. Потом там дикий крик такой. Ну и все, я спустился по лестнице и ушел. Печушкин признается, ему хотелось посмотреть, как будет мучиться человек, который упал с такой высоты. Тогда гибель мужчины сочли несчастным случаем. Ты уже его туда привел, знаю заранее, что убьешь, или вот его, так сказать, громкий разговор, вот эти песни... Знаю заранее. Заранее, да? Я на нее настроил. Криминальные психологи утверждают, серийные убийцы не убивают без причины. У них всегда есть какой-то план. Был он и у Печушкина. После ареста сыщики обнаружат в его квартире газетную вырезку про Андрея Чикатило. Знаменитый ростовский потрошитель убил 52 человека. Александру Печушкину захотелось побить этот страшный рекорд. Он хотел заполнить все 64 клеточки шахматной доски. Битцевский парк. Настоящий лес на окраине Москвы. В 2005 году здесь находят несколько мертвых тел. Все найденные люди жестоко убиты. От этого места до дома Печушкина всего 10 минут ходьбы. Это удобно. Тем, что это парк, лес, считайте. Там можно, извините, уйти в кусты, и никто вас не заметит. Попробуйте изнасиловать женщину на Красной площади. Советами замучаю. За три месяца здесь, в парке, находят тела уже семи человек. На каждой жертве убийца оставляет жуткий автограф. Втыкает в голову ветки. Как фирменный знак, с одной стороны, да. И плюс еще к этому труп начинал издавать хрипящие звуки. То есть воздух выходил. Воздух, кровь, булько. И достаточно было пошевелить мозговое вещество, чтобы эти звуки прекращались. Сначала сыщики долго не могли понять, из какого оружия застрелены многие жертвы. Такого в их практике еще не было. Для убийства битцевский маньяк использовал стреляющую ручку. А вот эту вот ручку, стреляющую патроны, где-то взял. А мне парень один продал в магазин воин. На этом, как его называют, на складе автовом, медицинском и работал. Одни, чтобы повысить настроение, выпивают с утра бутылку пива. Печушкин по дороге в магазин, где трудился продавцом, убивает человека. Я лежал спалом, накрывшись какой-то тряпкой, не храпел. Я подошел, приставил ручку к его кемене, выстрелил, получилась осечка. Я завернил другой патрон. И вторым патронам удалось. Стрелял ему в голову к теме? Посмотрите, с какой невозмутимостью и безразличием Печушкин рассказывает об убийствах. Он вначале храпел и лежал. После выстрела, тут же забыл. Я так тряпочку эту отсунул, посмотреть на него. Лежал, перестал храпеть, вообще таких-то звук издавать. И с головой у меня такая тонкая струйка. Я опять так накрыл аккуратно, и все. В газетах появляется информация, что на теле одной жертвы были обнаружены следы губной помады. А милиция находит свидетелей, которые видели в парке человека с длинными волосами. Появляется версия. Неужели убийца – женщина? Жестокость, с которой эти убийства совершались. Практика показывает, что женщина, когда убивает женщину, она убивает более жестоким способом. В Битцовском парке круглосуточно дежурят наряды милиции. Но убийце всякий раз удается ускользнуть. Наряды мы выставляли, следующий труп. Увеличиваем количество постов, сближаем расстояние между ними. Опять труп. Как убийце удается миновать кордоны и пройти незамеченным? У следствия появляется невероятное предположение. Возможно, здесь действует оборотень. Может быть, это сотрудник милиции, действующий в том числе. Или бывший, который знаком с методами оперативно-рассудной работы, в том числе в лесном массе. Сотрудники уголовного розыска Москвы организуют в Битцовском парке засады. Несколько недель Печушкин обходит лес стороной, боится ареста. Но вскоре он понимает, справиться с физической тягой к убийству он не может. У меня такое ощущение было. Вот у меня две недели прошло, я никого не убил. Я вот утром просыпаюсь, мне плохо. В магазине рядом с метро он знакомится с безработным Евгением, которого приглашает на последние в его жизни поминки. Мужчина с радостью соглашается. Но все пошло не так, как обычно. Жертва попыталась оказать сопротивление. Я выстрелил в нее. Ему показалось вообще, ну, тоже дата, как будто его кто-то ударил. Что такое произошло? Потом до него дошло, что выстрел. Сидел так руками, кровью обтирал, затыл, кровища там дофига. Никакой реакции, он даже сознание не потерял. Потом я отпил, он говорит, ну, давай, давай, убивай меня, стреляй еще. Я зарядил еще и неудачно крутанул. Крутанул, руками не удернулся, у меня по пальцам черепа, сам себе чуть полобечник не схлопал. По кипарю у меня. У меня кепка была, она мне сшибла. Чуть себя не пристрелил там. Ну и как бы я больше не хотелось такого херотения. От меня только шума. Польза никакой. Печушкину все же удается добить свою жертву. Я хотел бы ее в колодь скинуть, эту гогу. Ну, туша килограмм на сто, если не больше. После этого случая бицепский маньяк планирует убивать в основном женщин. Они слабее и не окажут сопротивления. Да и весят они, как правило, меньше. За несколько дней Печушкин убивает сразу двух человек. Чтобы не привлекать внимания милиции, он сбрасывает их тела в водосточный коллектор. Мотив у него единый – убивать. Это достаточно редкий случай. Он не сексуальный маньяк, не корыстный. Ничего у него. Просто мания убивать. Может быть, таких и много ходит. Но не разворачивались. Этот развернулся во всю силу своих воздействий. Это Мария Веричева. Она должна была стать номером 46 на шахматной доске Печушкина. В момент своей встречи с маньяком она была на четвертом месяце беременности. В тот день девушка отправилась подышать воздухом. На улице к ней подошел незнакомец. Я видела в нем вот такого работящего мужчину. То бишь, вот никакого там маньяка, убийцу или еще что-то. За разговором Мария не заметила, как они зашли в Битцевский парк. В самую его чащу. В траве виднелся коллектор водостока. Курьяновская станция Аэрации. Невзрачные серые здания на юго-востоке столицы. Здесь собираются зловонные стоки из нескольких районов Москвы. От канализационных люков в Битцевском парке до станции километры труб и водостоков, заполненных водой. Система стоков устроена так, что тяжелые объекты попадают в большой аэрационный коллектор. Здесь милиция нашла части тел 29 человек. Подожло у меня ближе. Когда я подошла к колодцу, я увидела открытый кондиционный люк. Вот тогда я по-настоящему испугалась. Она заезжала, и я нанес еще пару ударов. Она упала сразу после первого? Нет, она как-то удар... Я даже не то, чтобы ударил, а получилось так, что просто чуть ли не дотронулась. У девушки подкосились ноги. Александр толкнул ее в колодец. В самый последний момент Мария успевает схватиться за край люка. Печушкин в ярости наносит один удар за другим. Я опустила руки и думаю, вот что будет. Мария пролетела 8 метров и упала в ледяную воду. Ее тело, словно миллион иголок, пронзила нечеловеческая боль. Она почувствовала ужасный смрад. Там была заполнена вода, я стала захлебываться. На мне была зимняя куртка, так как время было зимнее. И сильный стук воды понес меня по течению. В какой-то момент Марии удалось встать на ноги. В полной темноте она побежала по лабиринту коллектора, но через несколько метров рухнула вниз. Ни в коем мере нельзя отправляться в путешествие до следующего колодца. Есть колодцы глубиной до 18 метров. Можете себе представить. То есть уже долетел на фактически не соберешь костей. В ледяной воде беременная женщина отчаянно боролась за свою жизнь. Труба была больше. Нормально она была побольше, то бишь вода захлебствовала меня с головой. Мне пришлось снять с себя куртку, снять с себя ботинки, чтобы хоть как-то дышать. Вот действительно говорят, что вся жизнь проносится в одно мгновение. Я вспомнила всех своих родных, все свои ошибки, которые сделала за всю свою жизнь. Поток воды бьет девушку о каменной плиты. Она пытается ухватиться за них, но пальцы скользят по склизким выступам. Сорвав ногти, Марии удается зацепиться за металлическую решетку. Сначала она просто радуется короткой передышке, но через мгновение она понимает, металлическая решетка – это лестница наверх. И тут прям как будто кто-то мне подсказал, что по Москве много таких люков, и если ты куда-то упала, где-то есть такой же люк, то бишь где-то есть такой же выход. Я расставила руки, ноги, держалась об трубу, содрала все, значит, до крови. Марии удается чуть приподняться над водой, но взобраться по решетке наверх беременная женщина не в состоянии. Я была не в силах выбраться оттуда, я стояла всю ночь по поясу в этой ледяной воде. Мне было плохо, больно, мне было страшно, я не знаю, мне было холодно в конце концов. Мне было до такой степени больно, что я не хотела жить на тот момент. Просто я думала, вот зависело бы что-то от меня, я бы сейчас что-нибудь с собой сделала, чтобы не мучиться. Утром Марию нашли. Девушку в тяжелейшем состоянии отправили в больницу. Она была так слаба, что не могла вымолвить ни слова. В больнице решили, Мария сама по неосторожности упала в колодец. К сожалению, спасти ребенка врачам не удалось. Всего троим удалось выжить после нападения на них битцевского маньяка. Первой жертвой, которая спаслась, была Мария Веричева. Кстати, в тот день, когда Марию привезли в больницу, бумажка с номером 46 на шахматной доске Печушкина отклеилась. Вторым его сосед по дому. Ему маньяк сначала размозжил голову молотком, а потом сбросил в колодец. К ужасу убийцы мужчина остался жив и даже сумел доползти до дома. Печушкин не сомневался, тот выдаст его милиции. Но ареста все не было. Оказалось, несчастный полностью потерял память. Вскоре мужчину выписали из больницы. Он так и не узнал своего убийцу. Смотрю, вот этот товарищ идет, которого я убил. Ну, думаю, ну все, сейчас. И он проходит мимо меня, я специально с ним поздоровался. Он говорит, здравствуй. Он тут никак не отреагировал, голову повернул, говорит, здравствуйте, пошел дальше. Третьим был Миша Лобов, подросток из неблаговолучной семьи. Сначала Печушкин напоил его вином, потом избил и бросил в колодезную шахту. Но парень остался жив. Спустя несколько дней Миша случайно столкнулся с преступником в метро. Мальчик бросился к милиционеру. Мальчик говорит, он увидел его возле метро, сказал милиционерам в метро о том, что вот тот дядька меня сбросил в колодец и убежал. И что сделают милиционеры? Печушкину снова везет. Кажется, он и сам поверил в собственную неуловимость. Несмотря на патрули в Битцевском парке, он убивает, как по расписанию, раз в неделю. Двое оперативных работников несли дежурство у Балаклавского проспекта. Их внимание привлекла странная женщина. Что-то в ней было не так. Слишком прямая спина, слишком яркая одежда, слишком широкий шаг. Один из сыщиков откликнул барышню. Та вдруг бросилась в лес. Стало ясно, это перейдет и мужчина. Его задержали. В дамской сумочке лежал гаечный ключ. Неужели Битцевский маньяк пойман? Но сенсаций не получилось. За короткий период времени в парке произошло сразу два новых убийства. Для того, чтобы заявить о себе, что никто его не поймал, он убил почти подряд двух человек. Как он заявил, у меня было чувство, как будто меня обокрали. Жители домов, прилегающих к страшному месту, боятся заходить в парк даже днем. На патрулирование Битцевского лесного массива направлены сотрудники милиции со всего города. Двое из них становятся жертвами нападения вооруженного человека. Преступника задерживают. Это местный житель. Неужели тот самый маньяк? На допросе молодой человек заявляет, что сам принял сыщиков за убийц. Вечер, темно, лес. Поведение, будем так говорить, сотрудников. Они вышли, я бы не поверил, например, что они сотрудники. Тем более, что идут убийства такие. Черт его знает, кто убивает, правильно? Я бы не поверил. Марине было 35 лет. Работа, взрослый сын и никакой личной жизни. По дороге домой она купила газету. На первой полосе была очередная статья о Битцевском маньяке. И хотя женщина жила в том же районе, что и таинственная убийца, она отложила газету. Сегодня, впервые за 10 лет, старый знакомый, бывший коллега, пригласил ее на свидание. Парень был немного странный, молчаливый, застенчивый, но Марина приняла приглашение. В ее возрасте выбирать кавалеров было уже не так просто. В тот день Александр Печушкин не подозревал, что это преступление станет последним в его жизни. Пока все шло как обычно. Он встретил Марину у метро, вместе отправились в лес помянуть собаку. На этих кадрах Печушкин показывает, где и как произошло убийство. Я сидел вот так вот, с молотком. Она сидела так. Потом я вот так треснул встал, подошел и ударил. Она заезжала очень сильно. Я ударил на нее с красоты, она упала. Придавала кричать, что это у меня как-то, как будет. Когда я нанес еще пару ударов, и она захрипела. Одной из причин, по которой московские сыщики долго не могли поймать битцевского маньяка, было то, что он постоянно менял способы убийства. Как рассказывает сам Печушкин, он проводил эксперименты. Люди, которых он убивал стреляющей авторучкой или душил проводом, умирали слишком быстро. Ему хотелось как можно дольше наблюдать мучения своих жертв. Он хотел найти способ убийства, при котором жертва испытывала бы наибольшие мучения, а агония продолжалась бы как можно дольше. Печушкин всегда уничтожал все следы преступления. Вещи убитых он бросал в пруд или выбрасывал в мусорные ящики. Но по мистическому совпадению, последняя жертва указала на своего убийцу уже с того света. Последняя жертва. Писала записку для своего сына, что она идет гулять с человеком. В записке было указано имя, номер телефона. Все, после этого женщина пропала. Домой не пришла. На протяжении двух дней ее не было. Ну, сын, соответственно, пошел в милицию. Сейчас вы увидите то самое изображение с камер видеонаблюдения у станции метро, которое посмотрели сыщики. На кадрах видно, что с погибшей женщиной был именно Печушкин. Его решили задержать. Вошли в квартиру, мать открыла дверь. Он спал. Его разбудили. Он сказал, а милиция? Ага, ну понятно. Хорошо, значит, за мной, наверное, да? Ну, хорошо, сейчас я здесь. Ну, он не нервничал, не кричал, не сопротивлялся. Ну, все, вежливая культура. На первых допросах задержанный Печушкин молчал. Потом потребовал у журналистов и камеры, перед которыми сделал сенсационное признание. Обсуждали, я или не я, того ли, не того ли поймали. На самом деле, бисовский маньяк, как меня прозвали, это я. Всего боится, вот так вот на всех глазенками смотрит. И потом, когда он об этом начал говорить, знаете, вот как, как будто он расцвел весь. А потому что к нему, как только начал рассказывать, к нему же сразу все взоры, масса народа, да, там тут же вызвали всех, и следователей, и руководителей. Значит, и все начинают с интересом слушать. И вот это всеобщее внимание, да, окружающее, оно настолько его вот каким-то образом возмысило, что ли, я не знаю, в своих собственных глазах. Печушкин рассказал следователям, что, возвращаясь домой после очередного убийства, он часто доставал шахматную доску и раскладывал на ней бумажки с номерами своих жертв. Так он играл, вспоминая крики жертв. Их глаза, полные страха, их конвульсии и последнее дыхание. Он словно заново переживал миг убийства, наслаждаясь этим моментом. И вот я его спрашиваю, я говорю, вот хорошо, ты на каждый труп клетчика закрывал? Значит, всего 64. Цель-то какова? Ты хотел, что, все кляшечки закрыть? Он говорит, ну, конечно. Еще он, все 64. Я говорю, ну и что, я потом закончил бы, как бы, логично, да, 64 закрыл, миссия выполнена на этом свете. Он говорит, ну да, наверное, закончил бы, потом паузу выдержал, а говорит, а может быть, еще пошел бы шахмат. У следствия оставались подозрения, возможно, Печушкин сумасшедший, который оговаривает себя. Психиатрическая экспертиза подтвердила его вменяемость. Находясь в следственном изоляторе, Печушкин требовал к себе особого отношения. Он признался, что давно влюблен в одну девушку и потребовал привести ее к нему в камеру. Ее любил и одновременно желал ее тоже убить. Он говорит, я ее настолько сильно люблю, что готов, в принципе, тоже ее в колонии сбросить. Александр Печушкин отвечал на все вопросы, которые ему задавали следователи. Но один, самый главный вопрос, так и остался загадкой. Почему он стал убивать? Кажется, Битцевский маньяк и сам не знает на него ответа. Вполне обычное лицо. Сколько таких мы видим каждый день в автобусе, на работе или на лестничной клетке? Его жертвы, жители окрестных домов, знакомые, сослуживцы, друзья. Он убил их без причины, ради кровавой математики, чтобы превзойти рекорд знаменитого Чикатило. О чем он мечтает, сидя в камере предварительного заключения? А я, собственно, его грех и свой, как говорится, беру на себя и вместе с ним прощу, это его грех. Потому что я отделить его от себя не могу. На него грех, вот то, что он сделал, наверное, как бы и делюсь с ним. Тяжело признавать, конечно, ну, может, тяжело, конечно. Но что делать? Я такая буду с этим грехом, жить с Эмой. Он сделал, а я буду грех не ссенить себе. Он сделал, а я буду грех не ссенить себе.